Итак, перед началом опыта проверяем давление, опрессовываем и они у нас вновь готовы к работе. Все отлично, давление слетело. В дальнейшую игру продолжают шесть труб. Это две белых, производителя. Одна труба валфекс не армированная, чешская труба фэвопласт стекловолокно и экопластик базальт плюс экопластик не армированный. Посмотрим у кого крепче межмолекулярные связи, кто хочет дольше участвовать в нашей игре. Как всегда я сливаю воздух в брызгоуловитель, пошел процесс наполнения трубы водой. Да, у нас выходит воздух, его довольно-таки много. Воздухуловитель у нас марки ШАН. Так, вот она наполнилась, закрываем наш уловитель, закрываем, здесь также перекрываем. Сейчас я дальше уже сделаю процесс, выкину избыточное давление, чтобы его не было. Так, я очередной раз выкинул трубы на мороз, у нас их осталось всего лишь шесть. Пришло время забирать подопытных. Ну все товарищи, ничего с данными трубами после разморозки не произошло. Как итог, у нас не лопнули при замерзшей в них воде. Трубы FV Plast, армированным стекловолокном, диаметром 25. Труба Valvex толстостенная. Труба вот такой, производитель РБК, ПБК. Также труба экопластик базальт и труба экопластик не армированная. Ничего не произошло. Давление. Кстати, мешок здесь не зря. У меня с собой не оказалось ничем уплотнить данную резьбу. Я уплотнил вот этими нитками. И о том, чем же можно уплотнять резьбу для такого баловства в саду и в огороде, будет отдельное видео. Вот товарищи, вновь наши трубы оказались на улице. Они играют свою роль во благо человечества, чтобы человечество наконец-то узнало, как же мороз будет влиять на воду, которая находится внутри труб. Они сегодня в виде треугольников. Это еще раз я принес ее с мороза. Я думаю, пора плюнуть на это дело и объявить победителями эти трубы. Я ее выкину вообще сейчас на улицу и пусть она там валяется до самого лета, а может до весны, а потом пойдет на палки помидоры подвязывать. Но следующее видео у нас будет про сварку полипропиленовых труб на морозе. Будем сваривать и давать давление. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова